привет ребята это исследователь сегодня хочу показать как можно использовать переносной windows windows to go 10 я закопил скопировал сделал flash usb flash usb конечно 3 версии у меня сначала было 16 гигабайт хотя я сам говорил что 32 минимум и у меня стало тормозить все сильно зависать хотя писала что 500 мегабайт свободно естественно я сообразил что нужно 32 менять записал на 32 гигабайт на flash usb 30 и стала более-менее нормально работать сейчас я покажу он в прямом как бы трав прямой трансляции как это происходит чтобы могли оценить по скорости сейчас я вставил не функциональный компьютер а в netbook чтобы проверить действительно ли он переносной то есть ни на одном компьютере от там железо то меняется вот я же оставил другой компьютер он нетбук и работает он медленно book дурацкий устаревший asus 1033 процессор атом очень слабый так естественно нужно начали выбрать загрузку сейчас у меня просто выдает все время f1 нажать как будто был сбой какой-то электроэнергии не могу никак эту штуку отключить просто можно не f1 нажимать включить выключить еще раз что я сейчас и сделал сейчас он должен загрузиться так вот видно так это начальный загрузчик бидлокер дашь упор стоит с фокусом пароль пароль здесь увидеть нельзя пароль простой не дает создать то есть пароль где-то храните записывайте сейчас я его виду хотел простой для пробы там 400 не дал мне он сделать такой пароль через usb 20 загрузка было две минуты 15 секунд примерно через бы usb 30 около двух минут так что использовали флэш usb 30 должна быть 32 гигабайта и порт usb 30 но в этом нетбуке все-таки есть этот порт поэтому кое-как это все работает переносной windows он как бы был у меня и сейчас я зашифровал битлокером который встроенный windows шифровальщик я не очень уверен в том что он стопроцентно безопасный наверняка оставили спецслужбы себе какие-то лазейки но точно я пока не могу сказать могут ли они расшифровывать или нет американские наверно могут русские может быть нет как-то так ну поскольку встроена эта штука давным-давно есть битлокер поэтому я ее вам и покажу показываю если больше двух-трех минут загружает то значит просто завис может такое зависание на самом деле зависание не должно быть попробуйте просто включить выключить если постоянно зависает несколько раз то уже надо менять что-то или оборудование перенастраивать что он не понимаю делать он завис что ну как бы я и хотел прямой записи это попробовать потому что должно все это стабильно работать ключ восстановления которые при создании битлокер обязательно они все нормально дать на сохраняйте безопасное место или распечатать его можно ну вот две минуты как вы сами можете посмотреть все нормально главное чтоб здесь он не тормозил это он драйвер просто у меня спрашивает все устройства в основном видны вот компьютер вот сама flash такое название 64 бита вот занята 18 свободно 9 так вот получилось 32 гигабайта но свободно как видите в 27 и 9 файловая система mtfs это конечно мне не нравится потому что для flash usb usb флешек лучше xfat меньше нагружает память количеством и записи записей то что он зашифрован это можно понять правой кнопкой нажимаете виде управления битлокер изменить пароль битлокер начал включен 7 включен было бы включить переходите управление здесь настройки битлокера приостановить на время ключ архивировать сменить пароль он будет требовать восьмизначный минимум удалить расшифровать удалить а что для меня пароль стоит я думал что все как бы только один способ он вроде пишет что можно еще другие способы но наверное при создании добавьте другой метод я не знаю пока как добавлять я вначале выбрал пароль можно было бы на usb ключ сохранять если что мне не очень понравилось то что он как-то быстро зашифровал диск в общем то быстрый способ выбирал надо будет посмотреть как несколько видов встроенный tpm модуль когда он ищет я выключил это есть в интернет не буду сейчас говорить там просто в реестре выключается потому что модуля у меня пока что нету вот так вот битлокер по сути как бы бесплатно дается используйте его и потом потестируем true крипт вера крипт который сейчас стал он вроде как получше как независимый но сложнее намного там куча настроек эти диски как видите у меня они не видны это не зашифрованные вера крипта я жму на него сейчас форматировать будет пытаться видеть он не понимает что это распознанные ладно где к черту вот ведь он чем даже не показывает размеры минус не понимает не вообще три диска там на windows и два логических внутри в общем раздела черт и чё и не понял это друг ли какой то что ли создал еще свой все нормально сейчас уже работает более-менее стабильно так что можете использовать переносной windows и зашифрованный скорость работы конечно пришел шифрование падает но так незаметно сильно в общем-то нормально вот я браузер запущу это еще на топ медленный виде более-менее нормально есть какие-то потери процентов 20 но вполне это он сейчас судьбы флеш грузится доказательства это вот проводники вы видите ничего больше нету и вот он уж бы флешка нарисована поэтому никакого диска я не грыжусь там жесткого или ссд другого если взять более быстрый флеш еще лучше все будет работать на этом как же второй ролик у меня уже получается по шифрованию шифрование нужно как раз самым обычным людям государства на нахер не нужно потому что и так понятно с государством что все дела его бандитские а наши фоточки или какие-то документы должны быть недоступными другим людям так что давным по давно надо это использовать я подумал тут почему windows и не встроена сразу по умолчанию защита ну потому что они как бы не хотят чтобы люди шифровали свои данные наверное как то так получается всем спасибо мы потестировали windows переносной to go десятый с шифрованием бит локер пока что я никаких проблем не увидел то что было у меня вначале это я взял 16 гигабайт флешку поэтому у меня все висло на этом заканчиваю подписывайтесь всем пока ребята пока он а он 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 Продолжение следует...